Год сорок первый, год сорок пятый, война мужчин забрала солдаты. В свое выступление академический хор производственного объединения «Старт» включил и стихотворение. Произведение Капитолины Мишкиной читала ее внучка Мария. Ко второму этапу хоровой ассамблеи готовились больше месяца. Тема «Потомки Великих Побед» никого не оставила равнодушным. Мой папа Иван Васильевич, он участник двух войн, финской, затем Великой Отечественной. Тема эта близка, потому что суровые такие годы, и папа постоянно об этом рассказывал. Фильмы смотрели, много книг на эту тему прочитано. И вот почему-то я очень близко действительно эту тему воспринимаю. С трепетом и благодарностью к ветеранам относятся и самые юные участники шоу-проекта «Воспитанники детских садов». Они знают о войне лишь по рассказам взрослых, книгам и фильмам. Воспитанники детского музыкального театра «Поющий светлячок» решили исполнить песню из киноленты «Неуловимый мститель». Она очень понравилась. Всегда любил всякие патриотические песни. Мне тоже нравятся патриотические песни, потому что они какую-то эмоцию такую передают особенную. В составе «Поющего светлячка» на сцену вышли практически все воспитанники коллектива. В основном среди них были ребята, посещающие детские сады. Некоторые впервые участвовали в шоу-проекте. Если снова надмируется шоу, шлепостки мне давно. Хоровая ассамблея – это один из самых лучших проектов. И дети, вот даже самые маленькие, буквально каждый не просто заражается этим. Вот, как я сказала, говорю, давайте посмотрим фильм. Пришли, кто Данька, кто плачет. И вообще, честно говоря, даже на репетициях бывало, что некоторые дети, ну, со слезами пели эту песню. Я считаю, что вот эти патриотические песни детям очень нужны. Участники хоровой ассамблеи в основном для выступлений выбирали хорошо известные песни. Зрители пели вместе с артистами, переживали за героев, вспоминали тех, кто подарил нам мирное небо. Спокойся в великим всем годах, Всех славых командирам и бойцам. Хоровая ассамблея – первое общегородское мероприятие в рамках начавшегося в феврале военно-патриотического месячника. В нем традиционно участвуют все образовательные организации города. Музыкальный шоу-проект, объединивший и детей, и взрослых, стал ярким стартом. Хоровая ассамблея – это прежде всего праздник. Праздник песни. Праздник единства. И очень хорошо, что тема сегодняшнего дня – тема, связанная с патриотизмом. Я знаю, что Заречный – это город, не побоюсь этого слова, великих патриотов. Патриотов своей малой родины, патриотов большой нашей и любимой страны. Четвертый открытый фестивальный шоу-проект стартовал в ноябре 2018 года. Тогда на сцену вышли 17 коллективов. На втором этапе хоровой ассамблеи свои номера представили уже 23 хора. В этом этапе очень много хоров из детской школы искусств. Они такие совместные хоры со школами, хоры выездного класса. И, конечно же, в этом этапе у нас побольше участников. Самую наивысшую оценку можно получить именно за шоу, потому что он назван как шоу-проект. То есть номер должен быть ярко показан на сцене. По итогам конкурса два коллектива получили гран-при. Такую высокую награду жюри присудило хору «Некст» детской школы искусств и хору выездных классов школы 226. Победителями в своих номинациях стали детский сад номер 17, детский музыкальный театр «Поющий светлячок», школа 226, хор ветеранов «Лейся песни» и мужской хор «Артель» Дворца культуры «Современник», а также академический хор «Поустарт». Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова